Как избежать конфликта? Но вот учитывая специфику онкологического заболевания, страхи, мифическая окраска информации о раке в обществе, несмотря на успехи современной медицины, всегда имеется часть онкологических больных, которые испытывают очень большие трудности в сообщении о своем диагнозе другим людям. Здесь просто небольшая табличка представленная, люди с различными локализациями онкологического процесса, и довольно-таки приличная часть испытывает трудности именно сообщать свой диагноз. И безусловно, что это зависит от многих факторов, в том числе от локализации. И всегда имеются люди из ближайшего окружения, кому сложнее все, будем сказать, кому проще. Но, тем не менее, ситуация болезни. И человек в ситуации болезни стремится организовать свое пространство, все-таки пространство в себе, пространство внешней поддержки. И выделяет лиц, в отношении которых конфиденциальность не распространяется. И, как правило, это его родственники. И их роль в плане эмоциональной поддержки больного, в плане практической помощи ему во время и после лечения очень велика. И наблюдения показывают, что медицинский персонал поддерживает посредничество родственников. Нередко можно увидеть, что на прием к врачу идут взрослый ребенок и родители, или, наоборот, пожилой родитель и его дети, заболевший муж и его жена. Но наряду с этим типичны также случаи, когда общение между врачом и родственником происходит без посредников. Но и в этом случае близкие, это для больного люди, это те, с кем он так или иначе совещается в дальнейшем по поводу своего лечения. Те, кому озвучивают свои опасения, свои ожидания. То есть обычно выделяется один, реже два ухаживающих родственника, которые не только информированы о диагнозе больного, но и стремятся быть в курсе всех нюансов заболевания и лечения больного, и стремятся взаимодействовать с врачом. Но зачем? Разве ему недостаточно то, что рассказывает им сам пациент? Но, с другой стороны, бывают такие некоторые перекосы, вот такие случаи, что когда пациент дозирует информацию родственникам, то есть и родственник не понимает всей сложности ситуации, в соответствии с этим себя так и ведет. А бывает наоборот, что родственник начитается популистической, медицинской, психологической информацией, и тоже в соответствии с этой информацией себя ведет. Вот, например, активно обращается за помощью к врачам из различных клиник, к целителям, психологам. Причем нередко это происходит за спиной самого больного. И такое восприятие заболевания и поведение родственника также усугубляет состояние больного. То есть и в том, и в другом случае взаимодействие родственника и больного происходит из разных реальностей. Что нарушает психическое равновесие больное, которое так и так нарушено, известием об онкологическом диагнозе и необходимостью лечения. Дело в том, что и у больного, и у родственника формируется своя такая концепция болезни, субъективная картина болезни, которая включает и размышления о болезни, и которая основана на информации о заболевании, на информации о диагнозе. Если этой информации нет, то как бы может быть это внутренняя картина болезни, эти представления о болезни, они и не формируются. То есть именно известие о диагнозе это та точка, с которой начинает внутренняя картина болезни формироваться. И если и родственник, и больной ориентируются на информирование лечащего врача, а именно информация, идущая от лечащего врача, является более адекватной, поскольку она касается конкретного больного, то поддержка родственника будет более адекватной и более качественной. И в этой связи общение с родственниками больного – это неотъемлемая часть работы врача. И врачу нужно это и принимать, и понимать, что от его грамотного взаимодействия с родственником в определенной степени зависит результат его лечебной работы. То есть родственник может не поддержать больного вообще лечиться, а может убедить больного пройти какие-то необходимости, пройти какие-то процедуры, медицинские процедуры, от которых он бы не хотел проходить. И это все происходит в том случае, если родственник доверяет врачу и придерживается его концепция лечения. То есть врач информирует больного, он учит его жить в условиях болезни, и врач, информируя родственника, учит его жить с больным близким. Что можно ему, что нельзя, как ему грамотно помочь. Для врача важно, чтобы родственник направил свою энергию на помощь больному в его лечении, а не оспаривал лечение. Ну, далее на слайде приведены слова российского врача Григория Ивановича Расалима, который он как бы вот из его статьи, датируемой в 1913 году. Но я не буду зачитывать, но тем не менее он говорит, что врачу в своей деятельности приходится считаться не с обыкновенным человеком, а сострадающим человеком, как с особой психологической разновидностью. То есть болезнь заставляет страдать. И эти слова относятся и к родственнику. Он тоже страдает, ну по-своему страдает, и может быть не в меньшей степени, чем и сам больной. В ситуации онкологического заболевания, заболевания с витальной угрозой, у родственника актуализируются экзистенциальные проблемы, которые им могут быть неосознаваться. И даже будучи, ну все равно, даже будучи неосознаваемыми, они влияют на его переживания. Это конечность жизни. Известие об онкологическом диагнозе разрушает стабильную, привычную картину мира не только самого заболевшего человека, но и близкого. Родственнику трудно примириться, что близкому человеку грозит витальная угроза. И врач взаимодействует с родственником, который находится в процессе принятия той реальности, которая нарушает его представление о мире, о своем родственнике, как бы близком, о себе. И этот процесс принятия, да, он сопровождается негативными эмоциями. И они, безусловно, проявляются во взаимоотношении с врачом. Более того, у некоторых родственников могут актуализироваться переживания за свое собственное здоровье. И это увеличивает их тревогу. Одиночество. Семья онкологического больного чувствует изоляцию от других людей. Болезнь – это в определенной степени тайна семьи. Некоторые окружающие реально, даже если знают, но они не знают о всех тонкостях заболевания, а те, которые знают, они не знают, как себя вести. Более того, ухаживающий родственник может находиться в изоляции и внутри семьи. Нередко он – то слабое звено, на которое ложатся все тяготы ухода, в то время как другие члены семьи могут относительно жить в привычном ритме. Поиск смысла. У родственника возникают вопросы, почему это случилось с моим близким. И иногда смертельная опасность близкого создаёт для родственника кризисную ситуацию, вследствие которой он переоценивает, пересматривает всю свою жизнь. И ответственность. В ситуации болезни человек уязвим. Он не всегда может понять информацию, о которой говорит врач. И ему хочется, чтобы рядом был человек в качестве поддержки. Но вместе с тем, жизнь любого человека принадлежит только ему. И отвечать за эту жизнь может только он сам. С экзистенциальной ответственностью сталкивается и сам больной, сталкивается его родственник. Больной в ситуации болезни ответственный за те выборы, которые он сейчас делает. Обращаться к врачу, не обращаться за медицинской помощью, у кого лечиться, как относиться к заболеванию, как относиться к лечению. Это его ответственность. У родственника тоже существует экзистенциальная ответственность. И эта ответственность не перед больным, а в первую очередь перед собой. Он отвечает за организацию своей жизни. И в эту организацию входит забота о больном. Который занимает время, энергию, требует материальных затрат. И это часть его жизни. Но не вся жизнь. Жизнь шире, чем болезнь близкого. И врачу это важно знать и в разговоре с родственником указывать на это. Нередко в семье больного человека, особенно при прогрессировании заболевания, царит тягостная атмосфера горя. Хотя человек еще живой. И есть такой феномен, предвосхищающий горе. Который заключается в том, что происходит переживание горе близким и до факта утраты. Данный феномен относится к патологическим. И существование этого феномена, оно влияет на взаимоотношения в семье, снижает качество жизни всех членов семьи. В том числе и больного. И вот в связи с тем, что мы подняли эти вопросы экзистенциальных переживаний, которые так или иначе присутствуют в жизни человека, родственника. Профессиональная все-таки ответственность врача – это информировать. Информировать больного, его родственника с учетом их состояния. Но вот эти экзистенциальные вопросы каждый решает за себя сам. Врач не может и ни в коем случае не должен искать для другого мотива, цели, смыслы. Потому что невозможно транслировать свое понимание ценностей и смысла жизни другим. У каждого смысл. Иначе это может способствовать возникновению конфликтов. И, конечно, врач должен чувствителен быть к психологическому неблагополучию, которое связано не с соматическими проявлениями. И если родственник жалуется, что не знает, как себя вести с пациентом, то врачу необходимо ориентировать его на работу психолога. И психолог тоже не ищет никому смысла и ценности его жизни. Но он умеет профессионально организовать пространство для этого поиска. Так, следующий слайд. Но уход медицинского персонала, безусловно, не заменит внимания родственников. Поддержка родственников во многом определяет качество жизни пациента, как и во время лечения. И как бы за этим никто не будет спорить. Но вот определение лечения, которое давала еще Валентина Алексеевна. Да, лечение – это определенный вид деятельности по преодолению заболеваний и его последствий. В которую включены и врач, и пациент. И нередко в эту деятельность по преодолению заболеваний и его последствий включены родственники больного. То есть образуется такая некоторая триада. Врач, больной, родственник. Да. И в этой триаде каждый выполняет свою функцию в ситуации болезни и лечения больного. И каждый несет свою ответственность. И именно вот вопрос ответственности нередко может быть краеугольным камнем возникновения конфликтов между врачом и родственником. Но вот врач ответственен за результаты своей профессиональной деятельности и за грамотное информирование больного и его родственника. Больной ответственен не только за то, чтобы вовремя приходить на терапию, соблюдать режим клиники, но и за свое отношение к болезни, к лечению. И, как мы говорили, за способность свою находить мотивы выздоровления. Родственник ответственен за эмоциональную поддержку, которая основана на понимании им состояния больного. Ну, нередко может быть так, что, ну, здесь важно учитывать в этой триаде, что родственник не является полноправным членом этой триады. Все-таки главным субъектом внимания врача является больной. И если родственник стремится разговаривать с врачом за больного, то врачу в первую очередь важно определить, кто для него в данный момент является главным во взаимодействии. Является ли поведение родственника поддерживающим данной ситуации, а не заменяющий пациента в общении. И корректно показать родственнику на это. Ведь родственник не лечится сам и не лечит больного. Когда больной в больнице, то родственник, конечно, испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, он понимает, что больной находится под контролем врача. С другой стороны, у него может быть страх. С одной стороны, у него есть желание доверять медицине. С другой стороны, может быть желание, ощущение чувства опасности. И, конечно, в такой ситуации, случайно брошенная фраза, а где вы были раньше, почему вы сразу не обратились к нам, могут развить у родственника очень сильное чувство вины. И оно усиливает страдания, и делает эти страдания подчас невыносимыми. Поэтому родственнику, в взаимоотношении с родственником, врачу важно понять, дать понять, что в болезни нет его вины. И это правда, ведь в болезни никто не виноват. Болезнь никто сознательно не выбирает. Но наряду с чувством вины, и даже параллельно ему, у родственника может возникать агрессия. В том числе и на ту же фразу, а где вы были раньше, почему вы к нам раньше не обратились. Ну, тем более, если лечение проходило уже раньше, и оно не давало результатов. Но здесь врачу не стоит утверждаться за счет предыдущих врачей, потому что агрессия родственника против какого-то конкретного медицинского работника, она в конечном итоге может обернуться агрессией против медицины в целом. И тогда врачу сложнее будет выстроить контакт со своим больным, так как родственник влияет на восприятие больного. Да, в основе агрессии лежит страх. Страх потерять близкого. И агрессия нередко это способ справиться с этим страхом. Поэтому агрессия может возникать на правдивую, реалистичную информацию, идущую от врача, который подает ее неправильно. К примеру, у вас четвертая стадия прогноз неблагоприятный. Ну как бы она реалистичная фраза, но в этой фразе нет надежды. И тогда спрашивается, а что может быть надеждой для человека в такой ситуации? Ну даже если нет надежды на излечение, то надежда в том, что больной не останется без медицинской помощи. И это реальная надежда при наличии хосписов. Да, агрессия это одна из стадий принятия происходящего. И у родственника, как правило, проявление агрессии более выражено, чем у самого больного. Ну, во-первых, он находится по сравнению с больным в менее зависимой позиции от врача, от медицинского учреждения. Больной находится внутри ситуации, он лучше понимает, что с ним происходит. У него может быть даже меньше тревоги, чем у родственника. А в агрессии родственника очень много может быть тревоги. И крайняя степень агрессии это гомоцит. То есть преступление против другого человека, а именно врача, который совершает родственник, находясь в критическом состоянии, с которым он не может справиться. Но конфликт не возникает мгновенно. Это результат. И у него есть определенные предвестники, на которые, если врач психологически неграмотно отреагирует, то возникают конфликты. Ну, например, родственнику кажется, что больного неправильно лечат. Они недовольны результатом лечения. Или в силу состояния больного, например, наличия у него каких-то сопутствующих заболеваний, больному невозможно назначить определенную терапию. Родственнику это непонятно. Что за этим стоит? То есть, ну, тревога со своего близкого, стремление защитить от неправильного, в кавычках, лечения, по мнению больного. И у родственника может быть своя концепция болезни, которая далека от действительности. Он начитался там в интернете, посмотрел различные форумы. И, конечно, это состояние важно понимать. И, как вот предыдущий оратор рассказал, что, да, как бы дать время, ну, важно информировать, проявляя эмпатию. Конечно, может быть, у родственника недоверие врачу, например, потому что он молодой. А ему хочется, чтобы его консультировал там и лечил профессор. Но здесь что важно, что уверенный специалист допускает, что, как бы, его больной вместе с его родственниками, они могут обратиться за консультацией, лечением к любому другому врачу, в любую другую клинику любой страны. Важно признавать право больного и не пытаться его переубедить. Опять же, за этим стоит страх. И, например, врач назначает процедуру, которая, ну, требует материальный затрат. И, например, можно встретить такие ситуации, которые тоже могут развиться в конкретные, если там человек иногородний. И, в общем-то, проблемы с проживанием. У родственника может просить, чтобы больной лечился именно только стационарно. И здесь что важно. Врачу важно не забывать, что врач общается с больным и его родственником именно в пространстве медицины. Но не его сфера ответственности решать экономические проблемы людей вплоть до вопросов их проживания. Опять же, это не значит, что он должен говорить, что это не мои проблемы, а это ваши проблемы. Безусловно, что если у врача есть информация, есть какой-то ресурс, он может поделиться этой информацией. Поскольку он знает и понимает ситуацию больного. Но он за нее не ответственный. Ну и последнее, как бы, все вот эти вот вышеперечисленные ситуации, они открытые. Да, они могут перерасти в открытые же конфликты. Но в то же время есть еще и скрытые ситуации, которые не всегда носят явного какого-то конфликтового характера. Но после этих ситуаций у врача могут оставаться тягостные и очень неприятные ощущения. Это те ситуации, когда родственник манипулирует врачом. И врач попадает в такую своеобразную ловушку общения. В основе вот этих манипуляций всегда может лежать, ну как правило, или вызывание чувства вины, или лесть. И благодаря этому создаются различные ситуации. Ну наиболее типичными фразами, вот здесь вот приведены вот такие фразы. Ну там, таким образом вы не можете нам помочь. И вообще как бы медицина это вот метод протоошибок. Или наоборот, о, доктор, вы волшебник, вы творите чудеса. И если врач включается в эту ситуацию, заданными словами родственника, то, безусловно, он попадает в ловушку. И бессознательная цель больного родственника, это повлиять на врача, вызовав у него определенные чувства. Безусловно, если родственник обвиняет медицину, и врач начинает чувствовать себя ответственным за все, что происходит в медицине, то у него возникает и чувство вины, и чувство несправедливости, и обиды. И если эти чувства преобладает, то он начинает защищаться. То есть он начинает выходить из своей личностной, профессиональной позиции, и он реагирует личностно. И это может перерасти в конфликт, когда он начинает отвечать, доказывать. Или, например, вторая ситуация. С одной стороны, когда говорят врачу, о, вы творите чудеса. То есть, ну таким образом, с одной стороны, родственник может выражать, время много, выражать благодарность. Но, с другой стороны, в этом может скрываться желание родственника, чтобы его больной получил больше внимания, чтобы у него появилась вдруг возможность создать с врачом неформальные отношения и лишний раз обратиться к нему, нарушая его же личностные границы. С одной стороны, врачу приятно, когда его благодарят. А как исключить, где благодарность, а где манипуляция? И здесь врачу важно опираться, ориентироваться на собственные чувства. Если врач попадает в ловушку, то у него возникает ощущение собственной использованности. И в этой связи, как бы, врачу важно не включаться эмоционально в эту ситуацию, а адекватно относиться к себе, как к специалисту. И тогда у него не будет ощущения, что он что-то должен этому родственнику. Ну и последний слайд. Ну вот таким образом, на что должен ориентироваться врач, чтобы избежать конфликта с родственником больного. Адекватно информировать родственника, выделенного больным, давать реальную надежду относительно лечения больного. Понимать состояние родственника и знать его реакции, что его реакции чаще всего определяются ситуацией. И не направленные на личность врача. Разделять ответственность в ряде врач, больной, родственник. Помнить, что главным субъектом врача является больной. И осмыслять свою профессиональную деятельность. Спасибо большое. Спасибо.